Привет, народ! Как обычно, вы находитесь на канале Стэнхаус. И сегодня у нас вот такой вот портативный беспламенный разогреватель для консервов. Выглядит он вот таким образом. Вот такой пакетик. Сейчас будем его тестировать. Ну и как уже понятно из названия, служит он для того, чтобы разогревать еду без всякого огня, без горелок, без костров, без дыма. В каких-то походных условиях, в поездках, на природе, когда по-быстрому нужно разогреть себе еды, поесть безо всяких проблем. Значит, сейчас будем его тестировать. Запустим, померяем температуру. Здесь у нас, значит, здесь у нас вот такая вот инструкция идет. Вскрывать пакет нужно по этой линии. В общем, каким образом работает эта штука? Внутри в пакете находится нагревательный элемент, который активируется при контакте с водой. Начинает греться. Так, ну и как здесь написано, соблюдайте особую осторожность после добавления воды, так как нагревательный элемент при взаимодействии с водой кратковременно разогревается до температуры выше 100 градусов, что приводит к образованию горячего пара. Сейчас мы измерим, насколько эта штука нагреется, до какой температуры. Я буду разогревать банку тушенки. Тушенку тоже измерим, какой температуры она будет внутри. По инструкции пакет нужно вскрыть по первой линии, то есть вот здесь вот. Далее удалить защитную пленку. Вот здесь клеевая полоска идет. Положить упаковку с продуктом в пакет, разместить ее на нагревательном элементе, плотно прижать. Нагревательный элемент расположен вот здесь вот, в этом месте внизу, такой он прямоугольной формы. Так, ну и далее нужно налить в пакет 100 миллилитров воды, согнуть пакет пополам, зафиксировать на этой клеевой полоске, положить на горизонтальную поверхность, таким образом, чтобы консерва находилась сверху нагревательного элемента. Какие продукты здесь можно разогревать? Такие продукты, упаковка которых может выдержать нагрев до 100 градусов, а такие продукты, которые герметично запакованы в упаковке, которые не будут контактировать с нагревательным элементом. Ну, собственно, консервы. Любые консервы или в банках, или в таких есть прямоугольных, квадратных коробочках, которые сверху закрыты фольгой герметично. Вот, ну что ж, давайте приступим к тестированию, посмотрим, как эта штука работает. Такая банка у меня есть в тушенке, есть, значит, у меня термометр вот с таким щупом. Его сейчас засунем в этот пакет, и будем смотреть, какую температуру нам эта штука выдаст. Значит, здесь я отмерил ровно 100 миллилитров воды, как и требуется по инструкции. Значит, вскрываем по верхней полоске. Так, ну, у нас по технике безопасности эту штуку доставать нельзя, но я достану, чтобы показать вот такие четыре квадратика с каким-то порошком. Он какой-то вот белый, вот он немного красится. Так, ну, засунем его обратно. Сделаем вид, что мы ничего не доставали. Располагаем консерву над этим элементом. Также я там располагаю вот этот щуп под консервой. Все, отлично. Вот так это все выглядит внутри. Теперь заливаем воду. Заклеиваем пакет. Так, ну, как-то так. Кое-как заклеили. Так, я слышу, внутри идет шипение, идет пар. Процесс пошел. Не знаю, будет ли вам слышно шипение, но оно есть. И теплый-теплый пар идет, прям горячий. Так, я забыл включить термометр. Так, 39 градусов показывает. 40, 42. Но он сейчас, он не сразу просто показывает реальную цифру. Он сейчас поднимется и покажет уже 46. Постепенно поднимается. Здесь явно уже больше, уже кипение идет какое-то. Но термометр сразу 15 минут, кстати, засекаем. Время 17.49. Так, здесь уже 70. Горячий пар и прям бурление. Вот я трогаю консерву сверху, она прям горячая очень. Штука интересная, конечно. На термометре у нас 91 градус, 92. Температура, похоже, перестала подниматься. 92 градуса. Да, температура остановилась. Дальше не повышается. Пакет немного приоткрылся. Так, ну будем ждать 15 минут. Процесс пока еще идет. Внутри бурление происходит какое-то. Температура 92 градуса так и стоит. Она остановилась. Ну, бурление чуть-чуть стало поменьше. Уже стихает. Так, 91 градус. Похоже, процесс уже идет на спад. Время у нас 17.53. Температура 90 градусов. Уже постепенно начала понижаться. Так, время 17.54. Температура 88 градусов. Бурления никакого я уже не слышу. Пар тоже не идет. Температура стала 87 градусов. Похоже, процесс уже закончен. А нет, хотя какое-то бурление еще есть. Даже вот сквозь пакеты я немного вижу, как идут пузыри. Вода кипит. Но это вот совсем чуть-чуть вот здесь в уголке. 17.55, температура 86 градусов. Ну, банка тушенки вот я сверху через пакет трогаю. Горячая довольно. Долго держать рукой нельзя. Так, температура 85 градусов. Время 17.55. Так, ну, время у нас 18.00. Температура на термометре 73 градуса. Я считаю, что дольше держать уже нет никакого смысла. Идет только остывание. Так, сразу пар отсюда пошел. Вот так это все выглядит у нас. Так, достаем нашу тушенку. Вот так она выглядит в белом этом порошке. Так, ну, тушенка вся покрыта вот этим белым порошком. Так, давайте ее сразу же откроем. Ну, я вот рукой держу, долго держать не могу, потому что все-таки горячая банка. Так, ну, сверху я ее протер, я надеюсь, этот белый порошок не попадет мне в еду. Вот такая тушенка. Так, щуп меняем на чистый. Так, новый щуп поставили. Так, и втыкаем в баночку сбоку у стеночки. Посмотрим, какая будет температура. Температура повышается. А, ну, на 59, похоже, она остановилась. 60. Ну, вот у нас температура 60 градусов в тушенке. Больше вроде бы не поднимается. Ну, в принципе, отличный результат. Тушенка разогрелась, жира никакого нет. Вот такое мясо. Жир весь растопился. Хотя его здесь обычно немного бывает в этой тушенке. Тепленькая, вполне себе для еды годится. Ну, вот, в общем-то, тушенка разогрелась. Отлично, можно есть. Весь жир расплавился, который там был. Штука рабочая. В общем-то, прикольно работает. Можно где-то вот таким образом разогреть по-быстрому себе еды без всякого огня и дыма. Ну, а внутри у нас... Что у нас внутри? Вот так выглядит эта штука. А вот здесь она почему-то продырявилась. Вот этот порошок оттуда вышел. Белый, который покрыл тушенку. Так, штука эта немного еще шипит, я слышу. И такая она тепленькая. Даже не тепленькая, а хорошо так. Хорошо, горяченькая. В общем, вот такая интересная штука. Благодарю за подписку. Увидимся на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!